Все о Эй Джей Мэйсон из игры Пятница 13 Эй Джей – это рокерша и одна из вожатых в лагерях Рустальное озеро, является одним из игровых персонажей в онлайн-режиме. В одиночной игре появляется в режимах виртуальная хижина и во многих испытаниях. В режиме хижины Эй Джей можно найти на улице в компании Адама Паламина. После появления Джейсона, ее тело будет находиться у костра, в нее будет воткнут топор. Также рядом будет и тело Адама. Характеристики персонажа Обладает высоким навыком скрытности, мало шумит и может относительно легко и быстро чинить машину или предохранитель, но полностью бесполезна в бою из-за низкой удачи, силы, скорости бега и выносливости. Способна довольно долго скрываться от Джейсона без эффекта ярости, особенно если не бежит и не издает громких звуков. Интересные факты Ее настоящее имя неизвестно, а прозвище Эй Джей является сокращением от имени. Например, оно может означать Эми Джейн или Элис Джулиет. По словам издателя игры, ее фамилия является отсылкой на Хизер Мэйсон из Сален Хилл 3. Ее одежда и прическа имеют сходство с той, что были у Виолетт из фильма «Пятница 13. Часть 5. Новое начало». А в девятом испытании есть уникальная расправа, которая отсылает на сцену смерти Виолетт. Пятница 13. Часть 5. Новое начало. Пятница 13. Часть 5. Новое начало. Ее прозвище Эй Джей скорее всего вдохновлены рокершей Джей Джей из фильма «Пятница 13. Часть 8. Джейсон штурмует Манхэттен». Ну че, прикольно? Просто улет, Джей Джей. Бедные твои родичи. Также имеет прозвище «Цыпочка рокер», а в игровых файлах названа «рокершей». В одном из одиночных испытаний она называет себя Эй Джей Уайт. Белая Эй Джей. Что является отсылкой на Белоснежку. Кто из-за всех? Ах! 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 Эй Джей в игре отличается от того, что изображен на ее концепт-арте. На нем она имеет другой макияж и одета в майку с изображением кассеты. Такой скин не появляется в игре. Состоит в отношениях с Адамом Паламино. Вместе их можно заметить на заставке карты Паканак. В режиме хижины и в нескольких игровых трейлерах. Но в одиночных испытаниях Эй Джей состоит в отношениях с другими вожатыми. Чадом, Митчем и Кенни. Но это не является каноном и было сделано ради разнообразия в заданиях. Также она является самым часто используемым вожатым в режиме испытаний одиночной игры. Она используется в семи испытаниях. Ее озвучила Мариша Рэй. Кстати, видео со всеми фразами персонажа есть на канале. Ссылочка будет в описании и подсказках. Обладает самой большой жопкой среди вожатых. Обладает уникальной анимацией, когда держит в руках оружие, предметы, стоя при этом на месте. Кстати, если ты хочешь получить вырезанную одежду на Эй Джей и других вожатых, открыть Савини или Джейсона Икс, или получить другие плюшки из моих видео, то ты можешь написать в мою группу ВК. Ссылочка будет в описании и закрепленном комментарии. Облики. Ее наряд олицетворяет бунтарский образ рокерши и состоит из майки, юбки, леггинсов и шнурованных ботинок. Волосы темные, часть локонов окрашены в фиолетовый цвет. Стандартный. Каждый элемент одежды имеет 12 расцветок. Каждый элемент одежды имеет 12 расцветок. Кикстартер Консулак Клодин Пак. Бонус за предзаказ игры. Добавляет еще 4 расцветки к каждому элементу ее стандартного наряда. Спринг Бринг 9084 Клодин Пак. Одета в купальник, который имеет 3 расцветки. Костюм Патти и Консулак Клодин Пак. Одета в костюм скелета. Наряд имеет 3 расцветки. Сламба Патти и Клодин Пак. Невыпущенный пак одежды. Одета в футболку и трусы. Наряд имеет 3 расцветки. Спасибо за просмотр! И если понравился ролик, то ставь лайк. Чем больше вашей активности, тем чаще будут выходить видео. Также можешь подписаться на нашу группу по Пятнице 13 и Техасской резней бензопилой. Там мы постим мемчики и другой полезный контент. Техасской резней бензопилой.